доброго времени суток человеке это видео происходит о том как работает последняя версия OS X10 11 L-капитан на macbook pro середины 12 года с процессором core i5 2.5 гигагерца 4 гигабайта оперативной памяти и обычным жестким диском сейчас мы видим запуск сафари обновленного который кстати говоря доступен даже на Yosemite буквально перед обновлением OS X мне предложили обновить сафари в итоге я получил сафари одинаковая версия что до обновления что после в принципе может даже и не обновляться если вы хотите сафари или не хотите OS X L-капитан и и Посмотрим, что у нас со скайпом. Не самое легкое приложение, запускается, конечно, немножко медленно. Тут ничего не поделаешь, жесткий диск все-таки довольно посредственно, с довольно посредственной скоростью работы. iTunes. Запускается тоже с некоторым немного раздумывая, но, тем не менее, вполне приемлемо для такой системы. Тут возникли кое-какие вопросы по поводу карты, которая, по-моему, то ли кончилась у меня, то ли что, я уже не помню. Радио работает нормально. Радио работает нормально. В общем-то, и не стоило ожидать, нужно так, скорее, покликать куда-нибудь под задачей. заодно послушал немножко бутики. отрывается быстро, когда прогрузилась. JO ГОЛОВИТЕСЬ- Субтитры делал DimaTorzok DAS OST предлагается в iTunes, хотя я, честно говоря, его даже не видел и более того, даже не слышал такого слова. Одновременно запускаем два приложения. Safari довольно шустренько открывается. Еще картинки загрузились, так же шустрые. Ну, зато после того, как загрузилась, уже проблем никаких нет. Система на обычном жестком диске, по сути, ничем сильно не уступает системе на SSD, за значением того, что приходится некоторое время ожидать, когда приложение запустится. Попробуем запустить что-нибудь более тяжелое, в частности, Adobe Photoshop. Или, как правильно говорить, Adobe Photoshop. Последняя версия 2015 со всеми обновлениями. Академия. 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 Тут, конечно, нам Adobe делает сюрприз, но это у него, в общем-то, стандартная ситуация и на Windows такая же проблема есть. После того, как открылось окно, основное рабочее окно Photoshop, это не значит, что он готов к работе. Он что-то там еще делает. И в итоге, пока он не завершит все свои внутренние дела, он отказывается по себе работать. И хорошо, хоть здесь нету вот этого приветственного дурацкого охвата, который тоже вылазит еще, блин, секунды две-три, наверное. Ну, нету его, потому что я его кичил. Как видим, никаких подлагиваний в работе с Photoshop нету. Делайте выводы сами. Всем пока!